Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первое Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересного и полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, посматривая их снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора из серии, на что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля, это довольно редкая машина формата минивэн. В том случае, если вам нужно полноценных 7 мест, вы хотите достаточно простой, надежный и при этом большой автомобиль с левым рулем, то ваш выбор, скорее всего, так или иначе затронет именно эту модель. Встречайте, Kia Carnival, второе поколение. Kia Carnival в кузове VQ. Это второе поколение модели. Обновленный минивэн дебютировал в свое время в 2005 году. И в том виде, в каком он представлен у нас сегодня, продолжал выпускаться до 2010 года. Впоследствии автомобиль прошел через рестайлинг, но такие машины в России уже официально не продавались. Если же вы покупали этот автомобиль новым у официального дилера, ваш выбор сводился к одному из двух агрегатов. Бензиновый мотор объемом 2,7 литра, либо дизель на 2,9 литра. Коробка передач могла быть механическая, либо автоматическая, ну а привод безальтернативно передний. Наш сегодняшний экземпляр это как раз до рестайлинг 2009 года выпуска. Под капотом бензиновый V6 на 185 лошадиных сил, а коробка передач обычный гидромеханический автомат. По традиции начнем обзор с пары слов про кузов автомобиля, про качество и толщину окраса, а также про то, насколько хорошо или наоборот способен кузов машины противостоять нашим дорожным реалиям. Что касается толщины ЛКП, то у Kia Carnival слой окраса достаточно стандартный и лежит в диапазоне от 100 до 150 микрон. Качество окраса в принципе удовлетворительное. Сколами и царапинами кузов этих автомобилей обрастает не особенно охотно. Да и первые полученные сколы не особо торопятся ржаветь. Но тем не менее, если вы смотрите возрастной карнивал второго поколения, не лишний будет обратить внимание на такие типичные для любых других машин вещи, как пороги, нижние кромки дверей и колесные арки. Дополним еще одним моментом. Когда вы смотрите сильно подержанный автомобиль и подозреваете, что с коррозией на нем может быть все не очень благополучно, обязательно обратите внимание на район передних крыльев. И по возможности загляните за подкрылок. Скрытая коррозия, которая развивается на брызговиках в районе стыка крыла и порога, на втором кузове карнивал, к сожалению, встречается. Кстати, при осмотре автомобиля на подъемнике, обратите внимание также на то, в каком состоянии пребывают рычаги задней подвески. Бывает, что на данных автомобилях их поражает сквозная коррозия. А также убедитесь в том, что на экземпляре, который вы собираетесь покупать, трубки с антифризом, идущие на заднюю печку, не прогнили до дыр и не текут. На этих автомобилях подобная вещь встречается и достаточно нередко. Кстати, многие владельцы предпочитают впоследствии, вместо того, чтобы ставить оригинальные трубки, заменить их на резиновые шланги. Получается практичнее и достаточно долговечно. Ну, а теперь поговорим про двигатели, которые могли стоять под капотом Kia Carnival. И первый в линейке бензиновый мотор. Это V-образная шестерка объемом 2,7 литра, которая носит маркировку G6EA. Этот двигатель достаточно старый и появился еще в далеком 2006 году. Силовая установка довольно распространенная. Устанавливалась на большое количество моделей концерна. В том числе на такие автомобили, как Hyundai Santa Fe, в кузове CM, на Kia Operus, на Magentis, на Grandeur и так далее. В общем, моделей, куда ставили именно этот движок, достаточно большое количество. Поэтому каких-либо проблем с запасными частями, либо с изученностью агрегата, даже с контрактными моторами, по большому счету нет. Что представляет собой G6EA? Это алюминиевая V-образная шестерка. В данном случае привод ГРМ у мотора ременный. И ремень этот имеет регламент замены 90 тысяч километров. До этого рубежа лучше не дотягивать, поскольку если ремень в данном случае обрывает, то вы гарантированно попадаете на ремонт головок блока цилиндра, поскольку клапана в этом случае загнет. Данный двигатель также отличает наличие фазовращателя на впуске, что как раз и позволило увеличить мощность силовой установки до 189, а в некоторых версиях до 200 лошадиных сил. Здесь есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, поэтому никакого регламента их регулировки, само собой, и быть не может. Заниматься этим вопросом собственникам подобных автомобилей не придется. Также из элементов, усложняющих конструкцию мотора, можно отметить коллектор с переменной длиной, внутри которого используются заслонки. По большому счету, Г6ЕА – это очень и очень выносливый и надежный агрегат. Эти двигатели при должном обслуживании и внимании к своей персоне способны отработать и под 500 тысяч километров пробега. И прецеденты такие наверняка были, особенно с учетом того, что достаточно большое количество подобных автомобилей на вторичке, я уверен, имеют пробеги на одометре, слегка отличные от того, сколько они проехали на самом деле. Ну а теперь о проблемах данной силовой установки. Первая проблема связана, как ни странно, с тем самым впускным коллектором. И она, пожалуй, является и самой потенциально опасной. Достаточно большое количество владельцев подобных автомобилей на пробегах от 70 тысяч километров и более, так или иначе, сталкивались с проблемами, связанными с тем, что либо ослабляется крепление самих заслонок, которых 6 штук, и которые крепятся к валу поворотному двумя болтиками каждая, так вот, то ли от вибрации, то ли еще по какой причине, но случалось такое, что эти заслонки, что называется, откреплялись от вала, и как минимум болтики улетали дальше во впуск и в двигатель. К чему это может привести, я думаю, пояснять не надо. В легком варианте этот болт может так или иначе выскочить в выпуск, ну а при нехорошем раскладе придется вскрывать двигатель и заниматься, по сути, капитальным ремонтом. Также со временем могут съедаться и втулки, в которых, собственно, вращается вал поворачивающей заслонки. Это может приводить к подсосу воздуха и, соответственно, нарушению режима работы двигателя. Соответственно, достаточно большое количество владельцев этого автомобиля прошло либо через процедуру ремонта этих самых заслонок, либо через процедуру удаления. Он их из впуска вообще. Бояться этой проблемы, конечно, особо не стоит, но знать про нее и обратить внимание при диагностике понравившегося карнивала, конечно, нужно. Вторая неприятность связана с наличием гидрокомпенсаторов. Со временем обычно на пробегах более 250 тысяч километров гидрокомпенсаторы могут начать стучать. Изначально они могут постукивать при запуске автомобиля на холодную после долгого простоя и после работы двигателя на высоких оборотах могут прекращать, собственно говоря, издавать какие бы то ни было звуки. Ну а впоследствии гидрокомпенсаторы могут начать постукивать уже и постоянно. В этом случае придется либо смириться с появившимся неприятным посторонним звуком при работе движка, либо гидрокомпенсаторы выборочно менять. Третья проблема – это масложор. А, как правило, начинается он здесь по причине залегания колец, либо после того, как двигатель подогрели, либо если очень и очень долго эксплуатировали эту машину с длительными интервалами замены масла. В этом случае расход масла на угар может составить порядка литра-двух от замены до замены, но вообще исправный Г6ЕА масло потреблять не должен. Ну и последнее, что встречается на этих моторах – это отказ датчика холостого хода. Соответственно, если вы обнаружили плавающие обороты, копайте в ту сторону. Дроссельная заслонка, датчик холостого хода и посмотрите впускной коллектор на предмет непредусмотренного конструкции подсоса воздуха. В целом же, как уже было сказано, большинство владельцев этой силовой установкой довольны. Голову она по большому счету не греет и какими-либо характерными врожденными болячками, например, по поршневой группе, не страдает. Вторая силовая установка, с которой можно было купить Kia Carnival официально в России – это дизель. Объем 2,9 литра – это рядная четверка с чугунным блоком цилиндров на 185 лошадиных сил. Его маркировка – J3. Этот двигатель достаточно распространенный в модельном ряду корейских производителей Hyundai и Kia. Вставился в частности на Hyundai Taracan и на грузовичок Kia Bonga. Двигатель старый, начало 2000-х годов разработки плюс-минус. В общем-то, но к моменту, когда он попал на Kia Carnival, он попал сюда, во-первых, в версии с турбонаддувом, а во-вторых, со системой впрыска Common Rail, производитель Delphi. И вот эта самая система впрыска Common Rail достаточно капризная в том, что касается качества дистоплива. Заявленный ресурс топливных форсунок – это 150 тысяч километров пробега в около идеальных условиях. Соответственно, если с качеством дистоплива в регионе эксплуатации все будет не очень, то есть шанс попасть на замену форсунок даже до этого пробега. Так что к состоянию топливной системы ТНВД, который, как правило, начинает подкидывать сюрпризы в виде стружки где-то после 200 тысяч километров пробега и к состоянию форсунок, следует присмотреться повнимательнее при диагностике такого автомобиля. Что касается привода ГРМ, на дизельных двигателях также ремень с теми же последствиями при обрыве. Вы попадаете на ремонт голового блока цилиндров, клапана здесь гнет. Так что ремень лучше заблаговременно менять. Плюс-минус те же самые 80-90 тысяч километров пробега. А вот турбина Буркварнер, как ни странно, служит достаточно долго. И каких-либо сюрпризов на пробегах ранее 200 подкидывает крайне редко. А при осмотре подобного дизеля обязательно проверьте, чтобы во вкуске у вас не было масла и чтобы турбина при работе не издавала никаких посторонних, свистящих, скрипящих и так далее звуков. Дизельные двигатели, так же как и бензиновые, оснащены гидрокомпенсаторами зазоров клапанов, поэтому регулировками заниматься не придется. В принципе, дизель J3 это надежный силовой агрегат, способный отработать и 400, и 500 тысяч километров пробега. Но при этом требует к себе внимания и хорошего обслуживания. Поскольку мотор оснащен турбонаддувом, то заводской интервал замены масла раз в 10 тысяч лучше, конечно, подсократить. Дизель J3 может расстраивать своих владельцев по большому счету по мелочам. Датчик массового расхода воздуха или ошибки по регулятору давления топлива. Но вот про что стоит знать, так это про то, что на больших пробегах на данных двигателях имеет смысл проконтролировать состояние масляного насоса. А лучше, если вы взяли машину с большим пробегом и наверняка не знаете, делалось ли что-то по этому агрегату или нет, маслонасос заблаговременно поменять. Поскольку его выход из строя, связанный с постепенным снижением эффективности работы, запросто может привести данную силовую установку к массовому голоданию и, как следствие, провороту вкладышей коленчатого вала. А это уже весьма и весьма недешевый ремонт, либо замена на столь же недешевый контракт. Так что, если ваш выбор стоит между бензиновым и дизельным агрегатом, мы бы советовали все-таки остановить свой выбор на бензине. Да, такая машина будет потреблять больше топлива, но, тем не менее, бензиновый двигатель будет не способен подложить вам какую-либо крупную свинью в виде, например, вышедшей из строя дорогостоящей топливной аппаратуры. Ну, а если дизельный автомобиль, который вы смотрите, имеет прозрачную историю и после диагностики показывает, что все в порядке, в принципе, берите его, но помните, что дизель не экономит ваши деньги, а скорее занимает подпроценты. И в этом случае будет хорошо, если выплата этих самых процентов не ляжет на ваш период владения автомобилем. Что касается коробок передач, здесь могла стоять либо механика, либо автомат. Причем для бензиновой и дизельной версии и та, и та коробка были свои. На бензиновых автомобилях ставилась пятиступенчатая механика маркировкой M5GF2, которая, по большому счету, достаточно надежная, ресурсная и способна отбегать за 300 тысяч километров. Однако, есть и нюансы. На этих коробках очень многое будет зависеть от мастерства предыдущего владельца в плане переключения передач в целом, потому что синхронизаторы у этих трансмиссий, в общем-то, могли бы быть и покрепче. К пробегам около 200 тысяч плюс синхронизатор второй передачи уже может выходить из строя. Поэтому при тест-драйве подобного автомобиля с механикой обязательно обратите внимание, чтобы вторая, третья передачи у вас включались без хруста, и чтобы трансмиссия вообще работала в целом бесшумно, поскольку, опять же, на пробегах за 200-250 тысяч могут прибавляться и шумы в виде гула от подшипников самой коробки. Такой момент, как разболтанная кулиса к пробегам за 200, в принципе, очень часто где попадается, поэтому к характерным вещам мы его не относим. Но имейте в виду на всякий случай. А ресурс сцепления на тяжелом минивэне у этой трансмиссии достаточно средний. Это около 100 тысяч километров плюс-минус. Естественно, если машина в основном эксплуатируется по трассе, сцепление у вас будет жить дольше. Если же вы в основном ездите в городе, да большую часть времени толкнетесь в пробках, то, соответственно, ресурс сцепления может существенно сокращаться. Как и ресурс гидравлического выжимного подшипника. Дизельная коробка передач слегка покрепче и чуть-чуть отличается одной буквой в маркировке M5 GH2. По дизельную механику, в принципе, ничего плохого сказать нельзя. Коробка достаточно выносливая, многое зависит от того, как вы будете ей пользоваться. Кроме того, помните, что в механике масло тоже надо менять. И регламент замены это хотя бы раз в 50 тысяч километров пробега. Что касается автоматических коробок передач, на дизельной версии стояла пятиступенчатая автоматическая коробка. В принципе, вопросов по ней нет. Ресурс порядка 250-300 тысяч километров без каких-либо проблем. Что касается бензиновых версий, то на них устанавливалась старая четырехступенчатая коробка F4A51. Вопросов по ресурсу к этой трансмиссии на самом деле минимум. И у аккуратных владельцев, которые меняют масло хотя бы раз в 60 тысяч километров пробега, эта трансмиссия отбегает порядка 300 до появления первых вопросов. Единственное, что данные коробки очень сильно не любят повышенных ударных нагрузок. Поэтому, если кому-то придет в голову использовать двухтонный минилен в качестве гоночного болида, то трансмиссия может в ближайшее время сказать до свидания своим планетарным рядом. Но, по большому счету, при регулярной смене масла, при отсутствии перегревов, какие-либо первые поползновения у этой коробки на обслуживание в виде, например, чистки каналов гидроблока могут случиться где-то к пробегу под 250 тысяч километров. Кстати, эта же самая трансмиссия, устанавливаемая на Kia Carnival, ставилась на большое количество машин от производителя Mitsubishi. Поэтому проблем с запасными частями и с изученностью данной трансмиссии также никаких. Что касается подвески и ходовой части Kia Carnival, спереди здесь Макферсон, а сзади многорычажка. Подвеска на этой машине такая, как и должна быть на минивене, рассчитанном на дальние путешествия большой компании. Автомобиль в меру комфортный, мягкий и очень хорошо стоит напрямой. Очень многие владельцы этих автомобилей отмечают, что в дальние путешествия это как раз-таки та самая стихия, где автомобиль чувствует себя в своей тарелке, а водитель долго не устает. Что касается ресурса компонентов этой подвески, то он весьма неплохой. Подвеска надежная, сыпется крайне редко. Если и требует вмешательства, то по мелочам. Опять же, помним про то, что это Kia, а следовательно, ремонт ходовой части даже оригинальными запчастями вас сильно по карману не ударит. Из слабых мест стоит отметить относительно небольшой ресурс стоек и втулок стабилизатора, как и на любом другом автомобиле, от 30 до 50 тысяч километров пробега в зависимости от типа покрытия, по которому вы машину эксплуатируете. А также, как это ни странно, у Kia Carnival достаточно недолго живут родные амортизаторы, особенно у тех, кто вынужден эксплуатировать автомобиль постоянно с полной загрузкой. Ресурс до замены родных стоек на этих автомобилях иной раз не превышал 50-60 тысяч километров пробега. Поэтому, возможно, будет иметь смысл озаботиться подбором для этого автомобиля более долгоиграющих амортизаторов. Что касается рулевой рейки и ее ресурса, на Carnival рулевая рейка обычная гидравлическая, здесь стоит самый обычный гидроусилитель, и каких-либо проблем этот узел до пробегов под 200 тысяч километров, как правило, не подкидывает. И то зачастую, впоследствии, все решается заменой сальников, либо втулок рейки, которые, как правило, к этому пробегу уже имеют износ, и, соответственно, рейка может начать постукивать. Каких-либо специфических мест, на которые стоит обращать пристальное внимание, у Carnival, по большому счету, нет. Поэтому при осмотре этого автомобиля на предмет ходовой части смотрите состояние сайлентблоков, которых в задней подвеске достаточное количество, смотрите на состояние работоспособности амортизаторов, смотрите на отсутствие течи по сальникам, в том числе рулевой рейки, в том числе на отсутствие течи на сальниках приводов, и на то, чтобы стык двигателя и коробки передач также не имел следов масляных подтеков. Общие рекомендации такие же, как и при осмотре любого другого автомобиля. Итак, какие выводы можно сделать под всем вышесказанным? Можно ли рекомендовать Киа Карнивал к покупке на вторичном рынке или нет? Мы думаем, можно. Ввиду того, что этот автомобиль предлагает то, что очень сложно найти в принципе. Это полноразмерный семиместный минивэн, весьма и весьма немаленький, ширина автомобиля 1,98 м, длина 4,81 м. И это еще укороченная база, встречались версии более длинные. Но в нашей стране таковые, конечно, официально не продавались. Силовые агрегаты здесь надежные, и во всяком случае, если говорить о бензиновой версии, вряд ли способные подкинуть вам какую-то дорогостоящую проблему, если изначально автомобиль был куплен не с завязанными глазами и после тщательной диагностики. То же самое касается в плане надежности и автоматических коробок, а также ходовой части, которая сама по себе крепкая, и будучи единожды обслуженной, долгое время не будет вас беспокоить. Так что в плане надежности Киа Карнивал второго поколения с кузовным индексом VQ идентичен моторам серии VQ от Nissan. И те, и те служат весьма и весьма продолжительный срок. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотите видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а если у вас был или есть Киа Карнивал второй генерации, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, обязательно указывайте это в комментариях, ведь людям, которые ищут себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр, хорошего дня, пока!